Привет всем мои дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Владимир. Очередная пятиминутка максимально полезная. Поделитесь с друзьями, добавьте в избранное. Рано или поздно она вам пригодится. Хочу извиниться за качество звука. Я записываюсь на камеру своего телефона. Чуть позже переместимся на компьютер и мой голос будет более привычным. Но в начале демонстрация. Сегодня поговорим на такую тему, как транслировать звук с вашего ноутбука. Не только с динамиков, в моем случае это ноутбук. Это также касается и стационарного компьютера на подключенные наушники, допустим, по 3,5 мм стандарта миниджек, на беспроводные наушники и, допустим, на проводные USB наушники. То есть, как сделать так, чтобы на все аудио устройства, подключенные к вашему компьютеру, транслировался звук. Зачем это нужно? На самом деле, хороший вопрос. Я использую программу, о которой сегодня пойдет речь, несколько иным способом. То есть, я общаюсь с людьми через вот эту вот гарнитурку. Она легкая, мне комфортно. Но при всем при этом звук транслирую с динамиков своего ноутбука. Ну и параллельно ребятам приглушаю с помощью шумоподавления звуки игры, чтобы им не мешало. Ну то есть, меня попросили снять об этом видеоролик. Ну и, в принципе, давайте посмотрим, как это работает. Запускаем музыку. Она без авторских прав. Надеюсь, не очень громко. Камера не может сфокусироваться. Ладно. Вот идет музыка. Слышите, не слышите? Здесь тоже играет музыка. И здесь играет музыка. То есть, на всех аудио устройствах транслируется звук. Ну что, перемещаемся на компьютер. Я показываю, как это сделать. Итак, программа называется VoiceMeter Banana. Ссылочка на нее будет в описании под этим видеороликом. Смело качайте, программа совершенно бесплатная. Только будьте внимательны. Нам нужна просто версия программы VoiceMeter Banana. Потому что чуваки, которые ее разработали, они профессионально занимаются со звуком. Вообще, об этой программе я узнал с форума Reddit. В принципе, эту программу считают идеальным инструментом для записи подкастов. И для того, чтобы стримить на YouTube и Twitch. Ну и, в принципе, правильно, корректно объединять все аудио устройства, которые задействованы в этом процессе. Чтобы было слышно и синтезаты речи, и ваших тиммейтов. Ну и, в принципе, чтобы ваш звук, голос тоже звучал замечательно. То есть, это такой продвинутый инструмент, который реально используют звукари. Так вот, нам нужен просто VoiceMeter Banana. Как бы бесплатная версия. Потому что по функционалу она тоже очень продвинутая. Давайте мы ее запустим. Когда вы будете устанавливать программу, в конце инсталлятор предложит вам перезагрузить компьютер. Потому что, якобы, в противном случае, программа работать не будет. Это такое довольно частое предупреждение со стороны разработчиков, которые, получается, интегрируют в вашу систему какие-нибудь виртуальные устройства. В нашем случае у нас появится дополнительное устройство воспроизведения. Короче, я не перезагружался. И у меня все работает. Но если вдруг у вас не заведется, то перезагружайтесь. Иконка VoiceMeter Banana, она, вот как это часто бывает, на рабочем столе не появится. То есть, мне ее пришлось искать отдельно вот в меню пуск. И при старте компьютера у вас в трее, то есть, при перезагрузке появится вот такая вот программа VoiceMeter, получается, VB Audio. Чтобы программа работала корректно, что мы должны с вами сделать? Я как бы объясню, как она работает. Это реально очень продвинутый инструмент. Если хотите, я могу снять отдельное видео, потому что я не читал текстовую инструкцию. Там есть специальный гайд, туториал. Я просто нашел ютюбера, который 25 минут рассказывал о каждом ползунке, о каждом значении. Ну и, в принципе, вот в своей инструкции я отталкиваюсь от его ролика. Если вы хорошо знаете английский язык, не вопрос, можете не ждать моего текстового обзора, моего ролика, можете посмотреть прямо его видеооригинал. Итак, проходим во вкладочку «Звук». Мы с вами должны здесь выбрать устройство по умолчанию для воспроизведения VoiceMeter Input. Кликаю правой клавишей мыши «Использовать по умолчанию». Более нам здесь делать ничего не надо. Hardware Input – это устройство для записи, то есть устройство ввода. Здесь может быть мой виртуальный аудиокабель, либо мой внешний микрофон FIFINE, либо какие-нибудь гарнитуры проводные, неважно. То есть мы на Hardware Input не обращаем никакого внимания. Нас волнуют вкладочки A1, A2, A3. Вот эти вот вкладки, они отвечают за устройство воспроизведения. И вот смотрите, динамики моего ноутбука используются по умолчанию как устройство A1, то есть первое устройство вывода. Далее, второе устройство вывода – это мои проводные наушники, как бы петличка, с которой я играю, подключенная по разъему 3-5 мм в мини-джек. И третье устройство – это игровая гарнитура со звуком 7.1, то есть когда я играю, ну, один, скажем так, сам для себя. Вот, если вы посмотрите на дату, я продолжаю снимать ролик на следующий день, у меня вчера просто не получилось, пришли гости. Но вчера у меня были подключены беспроводные Bluetooth-наушники, сейчас они отключены. То есть если у вас Bluetooth-гарнитуры, вы выбираете их так же. То есть неважно в какой вкладочке, просто выбираете Bluetooth-гарнитуры. Сейчас покажу. Проходим во вкладочку устройство воспроизведения, показать отсоединённое устройство. И вот она, моя беспроводная гарнитура турбина, на которую я транслировал звук. То есть сейчас она отключена. Если бы она была подключена, я бы выбрал её здесь в списке доступных устройств. Ещё, есть такой момент, вот обратите внимание, здесь звуковой движок WDM, здесь звуковой драйвер MME. Чем они отличаются? В принципе, по умолчанию выбирайте WDM. Он работает быстрее, с ним никаких проблем нет. Однако, вот по заверениям автора, на различных конфигурациях компьютера бывает такая ошибка, что вось метр банана начинает работать неправильно с этим драйвером. И тогда нужно просто поменять на устройство MME. Как понять, что у вас как-то некорректно работает звуковой драйвер? У вас будут разрывы, какие-то помехи, иногда может звук буквально на несколько миллисекунд исчезнуть и снова продолжать воспроизводиться. То есть, ну, что-то работает не так. Никаких проблем, просто меняете одно устройство на другое. Вот, то, что у меня здесь так чётко всё подписано, но на самом деле это мой бзик, я каждое своё устройство отдельно как бы переименовываю, поэтому у меня всё так подписано, у вас, ну, просто будут какие-нибудь там аудиоустройства. Я думаю, вы разберётесь. У меня просто так много аудиоустройств, потому что я и подкаст веду, и стримы записываю, ну, и, собственно, вот такие видеоролики, поэтому у меня для каждого направления своё аудиоустройство. Вот, мы с вами уже по умолчанию VoiceMeter сделали устройством воспроизведения. Теперь вот смотрите, вкладочки A1, A2, A3. Я думаю, многие уже догадались, что мы с вами сделаем. То есть, A1, это значит, у нас идёт звук из динамиков. Давайте запустим проигрыватель FUBAR. Запустим трек. Я помолчу, потому что буду сливаться, плюс микрофон, наверное, хорошо запишет. Готовьтесь. Очень такой спокойный трек. Я не знаю, слышали вы или нет. Воспроизводится музыка. Здорово. Теперь мы делаем A2, да, то есть, как бы, подключаем второе аудиоустройство. Жмём воспроизведение. Мы видим, у нас, как бы, идёт звук. Подключается второе аудиоустройство. Выбираем A3. Третье устройство. И это мои USB-наушники. То есть, вы просто можете переключаться между ними. Не хотите, чтобы звук шёл, допустим, на проводную гарнитуру. Отключаем её. То есть, и вот так вот мы жонглируем устройство. Сейчас вообще звук как бы идёт, но музыка воспроизводится, но ни на какое устройство звук не транслируется. Выбираем, вот, опять же, мои динамики. И пошла музыка. Ну, просто сама по себе сейчас пошла дальше погромче. Это середина трека. Вот такая вот простая программа. Когда вы всё выставили, вы можете совершенно спокойно её закрыть. То есть, она прячется, опять же, в трее. Стартует вместе с Windows. Если вас не устраивает, что она запускается вместе с системой, просто в разделе меню можете поставить галочку. То есть, Run at Startup. И тогда она автозапускаться при старте Windows не будет. Второй момент, ну, с которым вы можете столкнуться, я это выяснил вчера. У меня просто подключён USB-хаб с внешним питанием, поэтому карта захвата, игровая гарнитура, микрофон, и подсветка моего компьютерного стола, всё как бы осуществляется через один хаб. И когда я в хабе переключал, получается, флешку на микрофон Fifine, у меня получилось так, что программа 8 метров банана перестала работать. То есть, когда, бывает, новые устройства подключаются, она некорректно их воспринимает. Для того, чтобы она корректно их восприняла, здесь есть такая кнопочка Restart Audio Engine. Жмём на неё, и в течение 5 секунд движок будет перезапускаться. Вот именно движок 8 метров банана. Через 5 секунд вы можете, опять же, как бы без каких-либо проблем, работать с ней, она будет корректно запускаться. То есть, вот музыка, всё работает. Ну и переключаемся между устройствами. Вы видите. Значит, если кто не понял, как воспроизводить звук на всех аудиоустройствах, подключённых к вашему компьютеру. Определяете эти 3 аудиоустройства, программа работает с тремя. Насколько я понял, 8 метров банана Pro, я же ещё раз говорю, она для звукарей, там больше поддерживается устройство. Выбираете их, после чего включаете их в устройство вывода звука. Всё. Когда вы что-то слушаете, во что-то играете, звук воспроизводится на всех трёх устройствах. Ну, либо на двух, в зависимости от ваших предпочтений. Всем пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...